вот так примерно выглядит схема нашего похода находимся мы на острове гаити доминиканская республика и местные не любят это название гаити они его называют испаньола это название придумал колумб когда встал на эти земли еще в 1492 году вот проживаем и в районе пунта кана вот здесь отель берастар бавара рано утром садимся на автобус и едем вдоль побережья едем едем приезжаем в поселок лас канитас здесь есть небольшой порт тут мы тут нас кормят мы садимся на катамаран и плывем на полуостров самана здесь нас тоже хорошо встречают опять же кормят небольшая экскурсия опять садимся на катамаран и плывем на остров бакарди хотя здесь тоже он числится по google картам какая ливандата но местные его называют бакарди здесь тоже очень красивый пляж красивый остров свободное время кушаем отдыхаем купаемся и опять садимся на катамаран и едем в свой порт опять на автобусе вдоль побережья едем на гору ридондо поднимаемся в гору там тоже свободное время отдыхаем развлекаемся и опять садимся на автобус и едем с чистой совестью в свои апартаменты вот этого для общей информации мы вот здесь отдыхали но наши родные земли находятся вот здесь они даже и помечены виде каким словом хорошим ну вот как то так это одна треть острова и две трети части острова и площадь 48 с половиной тысяч квадратных километров занимает доминиканская республика где мы с вами сейчас на бухте саманы имеет разную глубину она разница от 80 метров но соответственно даже уже 25 более метров которые позволяют по бухте саманы проходить большим океанским круизным лайнер здесь были проведены исследования где-то метров 40 назад с помощью эхо-мотов было выяснено что на глубине около соответственно городка которые называются лас-галерас можно увидеть большое количество рыб и молота вы знаете что это один из видов оковы и серый каждый человек имеет свои доходы свои расходы и поэтому от этого зависит как они устраивают свое интересный факт что вокруг этих домиков очень ухоженная территория дело в том что здесь выращивается газовая травка которую подстригать не нужно она сама стелется по земле и они начинают преследовать самок которые уже готовы к спаливанию и тогда за такой самкой убивается хвост из 10-12 самцов которые между собой конкурируют а она выберет сама все равно одного с которым собственно говоря и она будет думать о продолжении потомство сам любовный акт длится буквально одну минуту но совершить его не так то просто ведь это две огромные туши которые должны выстроиться брюшками друг к другу и соответственно у самца есть такой специальный инструмент для этой цели длиной до полутора метров представьте себе как это сложно все осуществить в воде но как говорится природа все равно берет свое и рождается потом маленький детенок как плод того любовного романа который здесь как настоящее кино из голливуда раскручивается в бухте самустро растет набирает вес обучается многому и потом в сопровождении больших китов китята плывут внутри круга а вокруг большие киты они медленно отправляются северные воды бывают такие случаи когда китиха поздно рожает и ей придется задержаться потому что малыш еще не готов к тому чтобы следовать соответственно на северо-восток были случаи когда до июня китиха оставалась со своими детятами здесь ну и мы с вами едем по еще одной деревушке которая называется джина деревушки здесь как видите очень такие яркие самобытные интересные в каждом доме обязательно есть такая терраса где стоят кресло-качалки на которых вечером любят посидеть местные жители когда спускается солнце на закате и когда уже не так жарко как днем жизнь течет медленно размеренно как я говорила хозяйки занимаются своими делами а дети и собаки частенько сидят чуть ли не на дороге потому что люди города или природные зоны где они работают но основная масса как говорится людей живет действительно и покойно занимаясь выращиванием соответственно фруктов овощей корнеплодов собирая какао продавая какао кофе но и соответственно воспитывает здесь своя дом с детятами но мы с вами сейчас уже почти приезжаем скоро уже нас с вами ждет наш это сказать завтрак после завтрака мы с вами отправляемся дом с вами в бухту саманы наблюдать кинтов которые здесь находятся но напоминаю что мы с вами сейчас приезжаем в Лас-Канитас это небольшая совсем маленькая деревушка на берегу изумительной бухты саманы высадили нас с автобуса накормили вкусной едой простенькой но вкусной сейчас мы тут на лодочке и ловить китов вернее не ловить а искать такие вот что это растет это один из разновидностей кокосов всего их существует более тысячи кокос очень полезный вкусный продукт а в дальнейшем это очень хороший строительный материал из них делают бумагу канаты посуду даже чернила пальма живет среднем 100 лет и каждый год приносит до 500 плодов это наш автобус нас ждет это видимо наши лодки на которых будем плыть в общем сейчас выбираем одну из лодок видимо вернее каждому по лодки собака спит лодочки ну что выбрали себе по лодке вот наверно наша лодка и поплывем туда вон лодочки все загружаются готовятся местные люди решили отойти чуть в сторонку от порта так называемого вот это обычные рыболовные суды суда с холодильными камерами с движками honda yamaha все как полагается ну и такое конечно есть пришла баунти снять на самом деле мы будем плыть на комат на катамаране вот он видимо пришвартовывается мы тут ходим гуляем рассматриваем местный колорит они что-то какие-то листья едят вот местный порт которого мы будем сейчас стартовать на одном из этих катамараном наталья себе друзей уже ищет про спорт не забываю такая площадочка хорошая стартанули мы поиски китов наши девочки тут сидят на море ну как не страшно я только родила это уже холодно так ну что увидим мы сегодня китов или не увидим будем надеяться так и Продолжение следует... 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 все ближе мы подплывают подплываем к острову очень красивенький островок сам она мы там чуть ошиблись места расположения пошла уже какая зелень какая красота ну вот так вот прям вообще цивилизация районный центр я во главе тут в корме спрятался а одни отплывают новые приплывают очередной порт швартулись в общем сидим и перекусываем Наталья креветки кушает свои любимые да? да они красные но говорят что это кокосовое молоко почему красные не понятно огромные ну а пошел сюда супирование чтоб супирование по 3 долларов я? я? есть в краю 20 долларов я вернула есть 50 так сколько одна стоит? 8 32 смотри как она стоит сколько? я достаю фото фото нет проблем профессионально профессионально фото она засохнет будет потом меняется да она потом был как соломенный такой цвет соломенный слабый потом брыль будет потому что серега не знал что такое брыль серый бери себе пунтакану так снимай так снимай так ну я снимаю смотри как вы еще я любую форму может размер да а еще и подтянуть под каждую голову одел и там хоп-хоп подтянул да так я одела маленькая чутка на меню сейчас будем фото подтянуть на пляже офигеть как классно а может и надо же еще не поворачиваться так а то я надо да ну я мое да да вот холодно да вот холодно так ну на пляже не будем ах 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 да да не так да так а бы а а мы быстро дойдем а что это шляпу не взяли крутят за нами которая находится Натали гонят Ежуха на острове Самана. Покидаем мы остров Самана. Серебро блестит, тогда же вот на пирсе, блестяшки. Наш капитан готов, сейчас через пару минут стартуем. Бабло собрал, сейчас поедем. Это идут помощники капитана. Едем на бахарде. Хорошо, хорошо нас накормил, напоил. Поедем дальше. Давайте газку, ребята, не жалейте топлива. Не жалейте топлива и поехали вперед. На бахарде. Пилот наш нормально справляется, все в порядке. Все отдыхают. Все хорошо. А сходу сидите? Опа-опа-опа. Аппа-опа-опа. 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 Аппа-опа. Как у вас дела тут, девочки-мальчики? Куда мы едем? На бахарде? Хорошо. Хорошо. Ну, мы газы не слабо, топлива не жалеем. Расход серый, знаешь какой расход? Хороший. Главное, что у вас капитан хороший. Кептан Джек. Кептан Джек. Окей, молодец, молодец. Вот наш островок. О, мы на этот остров? Тихо, пираты, пираты. Подплывай к нам пираты. Пираты. Второй директор. Самый главный директор лотов. Твердый. Это наш директор. Смотрите, уже начинается цвет лоты меняться. Видите? Это мы куда-то были. Ой, какая красивая водичка. Видите? Это уже красота. Ты смотри, какие круговые ворота шмари. Ты смотри. Ты смотри, какие круговые ворота шмари. Ты смотри. Лето, лето вообще. Отдыхают люди после работы. Такие тут аварийные ситуации бывают. На простыке говорят. А это вон тут маленький остров любви и счастья. Называется Бакарни. Нет, это вот этот, а тут маленький есть под заказ. Наталь, ты приплыла? Хорошо. Я пристала по-другому. Тут паркануться не так уж и просто. Серый, пират. Давай. Вы смотрели какие движухи. Это движухи в пору коронавируса. А представьте, когда нет коронавируса, что-то творится. Прибыли бы на остров Бакарди. Набрали кепок. Там нас ждут сюрпризы, кухня, ром и все остальное. Вот так вот приобрели такие кепочки. А что вы такие кепочки не берете? Привет, амиго. Вы не хотели такие кепочки? Потому что у нас есть вот хорошая кепочка. Хорошая кепочка. Тут, как обычно, встречают. Во все приглашают. Мы идем непоколебимы. Мы идем непоколебимы. Хороший островок. Девочки сидят. Видимо, мы переходим на другую сторону этого острова небольшого. Серому шляпа очень понравилась. Подошла, а не то, что понравилась. Да? Ну, такой местный рынок. Без этого, как говорится, никуда. Без местных рынков. Это большой? Натойящий. Натойящий. Украинский? Армия, тут проверка. Тут нам наркотики очень часто проверяют. Что, кого-то из наших арестовали? Не-не-не, у меня амиго должен 10 долларов. Амиго? Не потеряю. Короче, непонятно. Почти непонятно. В общем, прибыли мы на остров Бакарди. Здесь в 19 веке снималась реклама одноименного Рома. Поэтому так его и прозвали. Бакарди, да, это... Вот мы сейчас идем его пробовать. Чуть-чуть дождик начинает моросить. Но мы этого не боимся. Потому что мы люди смелые и загорелые. А Ром нам должен дать по вот этим вот талончикам. Сейчас посмотрим, что они им тут дадут. Это очередной небольшой райский уголок. Да, Наталья? Да. На, бери. В общем, сейчас... Там спок... У нас трясетесь... Талончик, да, возьмем? На каладу сначала. По талончикам берем. Вот, оказывается, талончик. Будем сейчас брать. У него дозированный ром, пойдемте. У него дозированный ром. Но все равно пей побольше. Плажка сильно. Насладили ты засухи. Давай, доливай ром. Залог успеха нужно хорошо вымешать ром в пинаколаде. Какой. Ты вымешал, Анталь? Да. Подлить еще? На Макао бы вкуснее. Подлить еще? Рома еще подлить? Да. Давай чуть подлить еще, Наталья. Сладкий, блин. Давай еще подлить. Давай, давай еще подлить. Открывай свои пинаколады. Катя, блин, 5 баксов. Сумку оставила. Серый, мы тут уже сами хозяева. Так, смотри, у меня еще два талончика еще. А, у нас еще два талончика есть. У меня 4. Кстати, вада есть. Мелопить не надо. Вада есть. Это как все хорошее нужно есть, а не пить. Ешь. Ем. А сколько там декалитров рома? Где-то полбутылочки. По бороде течет. Ну, вкусненько хоть. Вот есть, кстати, уже вкусненько. Ты получишь ананас этот, он дает уже кислоту. Сразу такое сладкое. Ой, доминикану, хорбореро, кокаина. Так вот, все красивенькое, крыши хорошие, крепкие. Серый, у тебя шапка получилась круче всех. Правда? Да. Ты же купил последний. Спасибо. Да, поэтому определился, все сопоставил там со всеми характеристиками. У меня такая спокойненькая. Не, ну у меня сторона, у меня все правильно. Как статуя свободы. Статуя свободы. Наташа, что там нашла? А ну, покажи. Прибыли мы на остров Бакарди. Я ее спасаю. А, звездочка живая. Хорошая звездочка. Что ты сделаешь? Нет. Слушай, слушай. Давай, давай. Так вот еще одна. Да. Одна звездочка. Видел? Да. Давай, пускай. Быстрее пока. Одна звездочка живая. Вторая звездочка живая. Сталь, ты куда, за звездами? Ну, ладно. Я пойду пока кокос поставлю, чтобы он немножко охладился. Так, все повымывала. Видите, какие-то камешки повымывала. Такие тут лодочки мощные отдыхают. В общем, понравится нам остров Бакарди. Сейчас солнца нет, но можно сказать, даже дождик моросит. Ну, видите, какая водичка. Она просто крустальная. Вот такой вот островок, ребята. Предлагаю. Приезжайте. Все, начинается дождик. Будем собираться. Ну, вообще, все, спасибо. Покидаем мы остров Бакарди. Вместе с выпитым ромом Бакарди. Едем дальше. Давайте, пешки, газуйте. Пешки, давайте. Опять стаканы раздаем. Давай, давай, давай. Давай, давай, Ир. Давай, давай, еще. Все образовался своеобразный коллектив. Главное, что все шляп накупили. Юля, почему ты без шляп? Почему без шляпы? Я даже не хотела. Не хотела? Не хотела. Это наша воспитательница. Это Юля. Это Влад. Это Катюня. Это Сергей. Это кто? Это Наталья. Правильно, кто? Это я. Я не знаю, как вы видите, это Сергей. Потихонечку мы начинаем подкрывать вот дорогой. Одной стул. Это водопад, это дорогой. Да, водопад, это дорогой. Первая, вторая. Да, водопад, это дорогой. Водопад, это дорогой. Водопад, это дорогой. Водопад, это дорогой. Родонда не тянет. Поднялись мы на гору Родонда, все очень красиво. Всякие качельки, аттракционы, это ерунда все. Всякие качельки. Родонда не тянет, а она в воздухе. Родонда не тянет. Родонда не тянет. Серега решил полежать чуть-чуть, отдохнуть на Родонде. Сейчас мы его чуть-чуть качаем. Родонда не тянет. Не, ну Серого свой стиль. Собачки. На, еще телефона у тебя. Серый, давай, Серый, держись. Я сам все равно, поняла? Да. Точно? Смотри, у тебя. Сильно. 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 Вот оно детство, Сергей. Сильно. Я тебя люблю. Еще. Сильно. Сильно. Серега, я тебя фоткаю тут вообще. Сильно. 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 Покидаем гору Редонда. Едем в свои апартаменты.